Сутра Питака, начиная обзор, значит это основная часть Типитаки, то есть буддийского священного писания, она вообще содержит 17 тысяч сутр, но там не все принадлежат буди, то есть пугаться цифру не надо, некоторые там принадлежат его последователям, то есть можно не читать, это уже не буду, и там очень много повторов, зачастую там одно и то же обрамленное другой рамкой, то есть тоже в общем можно там быстро пропускать, потому что они-то когда их переделывали после первого собора они специально вставляли там повторы, чтобы можно было запомнить и адаптировали это для чтения вслух перед толпой, что если там первый раз кто-то не услышит, может то на 10 раз услышит, из этого принципа исходили. Значит основные разделы Сутра Питака я буду то Сутра Питака, то Сутра Питака говорить, потому что Сутра это Пали, а Сутра это санскрит и просто оба обозначения применяются. Значит Дига Никая, это длинные наставления, с этого начинается Сутра Питака, там 34 Сутра, они длинные, то есть много текста содержат, по такому принципу собраны. Мадьима Никая средние Сутра, 152 средние Сутра. Ну и наиболее часто, когда что-то читают для получения слушателей, это вот оттуда берут, потому что они там небольшие, сравнительно они содержательные, в общем интересненькие и так далее. Потом Самюта Никая, там около 8 тысяч Сутра, которые по различным группам сгруппированы. Ангутара Никая, там 10 тысяч Сутра, но очень маленькие и они разбиты на секции, на 11 секций. И Кхудак Никая, это краткие Сутра, 15 книг. Не знаю, я успею все это, обзоры всех Сутра сделать или нет, не обещаю этого, потому что их много. Но с Дикханькая начнем, тем не менее. Дикханькая, она состоит из трех разделов Силакханда Ванга, который сегодня будет в Ага. В основном посвящен морали монаха, там литмотивом является лекция о монахах Будда, которую скоро перескажу. Потом Маха Вагга, это великий раздел Дикханька, и там большие Сутри, в том числе там Паранимбана Сутр, который описывает последние дни Будды и его смерть. И Патикха Вагга, это просто все остальные. Она просто названа по первой Сутре. И в общем считается, что в первой Ваге, которая в этом клипе будет, там ранние тексты. Самые длинные, это во второй Ваге, как уже говорил. И в третьей Ваге более поздние. Переходим к обзору. Значит, первая Силакха Ндхалага и первая Сутра Брахманжала Сутра. Она содержит в себе описание различных философских проблем, по которым дискутировали отшельники того времени, не с таким выводом, что вся философия от дурости и ведет к несчастьям. Будда на самом деле считает глупостью не только религию во времени, но и всю метафизическую философию. То есть он рассматривает только то, что имеет непосредственный практический эффект. И в европейском смысловом поле это близко к позитивизму, то есть философии науки. Довольно странно, что на Востоке из этого сделали типичную религию с храмами, всякими напыщенными учителями и такими всеми делами, с культом совсем. Сделали они это на Востоке, можно убедиться. И сейчас именно в виде религии это все к нам экспортируется. Но, впрочем, у нас и совки из атеизма религию даже сделали. В общем, люди такие дураки, что религию из чего угодно сделают. Вторая Сутра Самания Пхала Сутта. Посвящена тому, как хорошо быть монахом. Вот тут как раз вот это идет лекция о монахах. То есть человек принимает монашество, он практикует весь этот восьмеричный путь, который описан. Ну, в том числе тут обещаны монаху всякие магические способности. Я не знаю, это буду, говорю ли это позже, приписали. И освобождение от страданий. И все это за счет внимательной монашеской жизни. То есть упор делается на контроль за мыслями. И от этого возникают именно магические способности, согласно этой Сутре. А также и дыхьяны, то есть состояние сосредоточения и выхода в более свободные миры, нематериальные, далее освобождение. То есть каких-либо тут заклинаний, всяких танцев, шманцев Будда не описывает. Он просто говорит, что монах внимательно живет, отделяет плохие мысли от хороших. И так вот естественным путем он входит сосредоточение. Следующая Амбадха Сутта. Там такой сюжет, то есть Брахманам каким-то известны 32 признака великого человека. Кто ими обладает, становится либо повелителем всего мира, либо Буддой. От Брахманова к Будде прибывает Амбадха, которые сначала с Будды ругаются. В том числе обвиняют буддистов, что они забили на Брахманов. Не почитают они Брахманов как надо и так далее. В ответ Будда ему рассказывает серию сказок, из которых следует, что кшатри по касте выше Брахманов. Будда уже кшатри. И также Будда апеллирует к различным индийским обычаям, из которых тоже следует, что кшатри круче Брахманов. Однако буддисты говорят, что Будда выше и богов, и людей, и не только Брахманов. То есть буддисты вообще выше всего. Далее цитируется предыдущая вот эта сутра, где описывается путь монаха и преимущество монахов над всеми остальными людьми. После этого Будда начинает накатывать на Брахманов. В частности, говорит, что они оставили строгий образ жизни авторов Упанишад, авторов древних индуистских текстов, и живут в разврате, обжорстве. В конце Будда показывает этому Брахману Амбадхе 32 признака великого человека. Тот зовет своего отца. Отец тоже обнаруживает у Будды 32 признака великого человека и принимает буддизм. В общем, смысл сутры явно в том, что уели Брахманов. Четвертое сутра Дикханькайи. В Будде приходит опять Брахман Санаданда. И они долго беседуют о качествах Брахманов. Брахманов — это интеллигенция и в то же время это выполняющие религиозные обряды. Поэтому иногда Будда их ругает в качестве попов, а иногда наоборот он говорит, что все люди должны быть Брахманами, имея в виду, что все люди должны быть интеллигентами. Ну и вот в итоге всего Будда говорит, что главное качество Брахмана, то есть интеллигента — это разум и нравственность. А его происхождение, физическая вера в Веды — это все не важно. Затем Будда опять говорит эту речь про монахов, то же самое. И поразившись всей этой речугой, Брахман принимает буддизм. То есть смысл сутра явно просто в том, что монахи — это лучше Брахманов, буддизм — лучше индуизм. Дальше, следующее, пятое сутра. Абсолютно та же по структуре история, то есть некий авторитетный Брахман задает Будде вопрос и после ответа принимает буддизм. В данном случае вопрос о брахманских жертвоприношениях после долгой и нудной беседы о том, какое жертвоприношение самое хорошее по понятиям индуистов. Будда переводит весь этот базар на буддизм, говорит, что соблюдение буддийских заповедей — это лучшее жертвоприношение, чем индуистское. Потом опять переходит к монахам, повторяет всю эту речь про монахов под предлогом, что монашество — это лучшее жертвоприношение. Ну и в итоге традиционный собеседник отрекается от индуизма и принимает учения Будды. В общем, в основном, как мы видим, тут сутры полемические в этом разделе. Шестая сутра. Аналогичная рамка, приходит некий Брахман, и он спрашивает на этот раз, как можно услышать небесные звуки. В ответ Будда рассказывает о четырёх уровнях освобождения монахов. Это интересно, потому что эти четырёх уровнях первый раз в Трепетаке упоминаются, они потом дальше будут дискутироваться. Сота Панна — это монах, который становится вступившим в поток. И движется к просветлению, то есть он уверенный, и он хочет, у него формируется намерение достичь просветления. Дальше Сакада Гами — это монах, который один раз только вернётся в этот мир и в следующей жизни уже освободится. Монагами — это тот, который из этого мира уже не вернётся. Монах, избавившийся от уст нижнего порядка, становится самопроизвольно родившимся в высшем мире, достигшим там освобождения, неподверженным возвращению из того мира. И последняя стадия — это, как все знают, Арахат или Арахант. Это который в этой жизни достигает освобождения и продолжает находиться в этом мире. Например, это как раз Будда, Арахат. Дальше идёт вся та же речь о монахах, что в пяти предыдущих сутрах. В итоге, правда, тут никто вроде буддизма не принимает, но все счастливы и радуются. Седьмая сутра. Ну, тут, в принципе, повтор вот этой всей речи о монахах без особой даже рамки. В общем, небольшое вступление, кому это сказано. Восьмая сутра, в данном случае, беседа с джайнским аскетом, то есть критика джайнизма. Он, как обычно, джайн, когда критикуют буддизм, он спрашивает, не против ли Будда вообще аскеза как таковой. То есть джайнская критика, она была направлена, что Будда якобы отрицает аскетизм. Но Будда на это говорит, что есть правильная аскеза, есть неправильная. И вообще он с различными школами индийской мысли частично согласен, частично нет. Он огульно не отрицает другие доктрины, он с ними разбирается. В общем-то, как и манихеи. Описываются разные обычаи индийских отшельников того времени. В общем, такое впечатление, что репортаж из дурдома там. То есть всякий идиотизм вытворяют, всякие дикие вещи. Но Будда к этому так и относится, как к идиотизму. Он говорит, что подлинный отшельник должен освобождаться от ненависти и развивать свой разум, а не выдрючивать вот всякое такое необычное. Дальше описывается буддийский путь. Повторяются предыдущие сутры. И надо заметить, что буддийский путь в этом разделе всегда начинается именно с ухода в монашество. То есть там хозяева вообще не являются практикующими религию. Они поддерживают тех, кто практикует религию. Религия начинается именно с принятия монашеских обетов, как и в манихействе. И раз тут пошла критика неправильных учений, тоже хотелось бы покритиковать неправильные учения нашего времени. Они, в общем, направлены на то, что с этих домохозяев, с семейных людей, с несчастных, в общем, людей, обремененных с семьей, детьми, женами и так далее, с них просто пытаются тянуть деньги, рассказываем всякие чудеса, что сейчас их кто-то освободит, сделает их полубогами, даст им какие-то магические способности и так далее. Все это говорят обманщики. Освободиться от желаний можно только, став монахом, естественно, как тут уже Будда говорит, и как манихай говорит. И, в общем, суть-то какая стать монахом? Это стать импотентом. То есть это вообще не желать секса. Даже кто-то готов с семейных к тому, чтобы стать импотентом, он может освобождаться. А сам по себе, конечно, семейный человек не может освободиться от материального мира, он к нему привязан всеми путами, в том числе и долгом он уже должен, получается, и детям, своим жене и так далее, и работе, и все такое, не может он освободиться от мира. Те, кто так говорит, они его обманывают для того, чтобы получить с него деньги. Ну или власть над ним получить, не знаю, что они там хотят. Но главное, что они его обманывают. Ну, в общем, по итогам всего этого дискурса, джианист Касапа принимает буддизм и позднее становится архатом. Девятое с утра этого раздела. Ну, толпа монахов разных конфессий беседует с Буддой, обсуждают, как возникает и уничтожается состояние сознания. Будда говорит, что это происходит по определенным причинам, после чего опять произносит всю вот эту речь о монахах, и на сей раз из нее следует вывод, что вот монахи свое состояние сознания изменили определенную деятельность, и, следовательно, можно изменить состояние сознания по определенным причинам, потому что он спорил с мнением, что состояние сознания сами по себе возникает, и их нельзя изменить. Вот, значит, фраза тут такой произносит сознание, подхапада возникает сначала, а потом знание, ведь возникновение знания зависит от возникновения сознания. Таким образом, подхапада следует знать, что сознание одно, а свое я — это другое. Ну, и там идет серия философских вопросов, на которые они тогда голову ломали, типа, конечен ли мир, существует ли Будда после смерти и так далее. И на этом буду говорить, что все это подхапада не приносит пользы, не связано с истиной, не относится к целомудрию, не ведет ни к отвращению от мира, ни к бесстрастию, ни к уничтожению, ни к успокоению, ни к познанию, ни к просветлению, ни к небане. Поэтому оно не было мной объяснено. То есть учение Будды носит чисто практический характер, как достигнуть бесстрастия, и теоретические вопросы Будды не рассматриваются. Ну, и, честно говоря, буддизм — это же самая приятная часть манихейства, потому что вот из-за практического характера он... Это что? Это то, как не страдать. Как достигнуть части. Ну, то есть это, в общем-то, для тебя самого и нужно. Тут чисто практические рекомендации о том, как стать счастливым, без всякой теории, без всяких призывов к какой-либо там борьбе за внешние цели. Поэтому Будда — это как раз приятная часть про уничтожение страданий. Десятое с утра ничего особенно не дополняет, просто после смерти Будды тоже речь о пути монаха произносит Ананда. Одиннадо с утра. Один слушатель уговаривает Будду, чтобы монахи показывали чудеса, и это, по мнению этого слушателя, будет способствовать распространению буддизма. Будда здесь утверждает, что чудесные способности есть у некоторых монахов, но тут некоторые раз с манихейством некоторые разногласия, потому что Мани запрещал, говорю, что не будет чудесных способностей у монахов, и запрещал тоже их демонстрировать. Но тут Будда тоже запрещает демонстрировать, и он говорит, что если будут это показывать, то люди это примут за магию. То есть они будут верить в магию, а не в буддизм. А самое главное чудо, которое могут сделать монахи, это убедительно объяснить буддизм так, чтобы люди приняли именно буддизм они были поражены очередным чудом далее тут имеется длительная беседа монаха с богами из которой понятно что боги привязаны к материи сами не знаю как от нее освободиться богов перечислено очень много но их функции из этого всего списка непонятны просто боги разных миров то есть вот какой-то противодитель по индийской мифологии то есть значит это 11 сутра дикханика и кому интересно может это почитать список но подробно ничего не объясняется они сгруппированы как у него обычно по мирам то есть материальные боги боги мира форму и так далее в общем наконец-то он является главный бог индуизма брахма который также буддизмом признаются и заявляет я монах брахма великий брахма победоносный непобедимый всевидящий всесильный владыка творец созидатель наилучший устроитель повелитель отец бывшего и будущего то есть брахма также имеет где-то признаки ишвары то есть творца мира несмотря на все эти понты брахма тоже ответа на этот вопрос не знает и предлагает спросить буду то есть брахма в этой сутре лично говорит что буду лучше знает нотка в конце там всего это всех этих повторов будда что говорит вот лишенная признаков бесконечно это всюду имеющий доступ разумение здесь лишены основания вода и земля огонь и воздух здесь лишены основания длинная короткая тонкая грубы приятные неприятные здесь уничтожаются без остатка имя и образ с уничтожением разума все это уничтожается здесь то есть уничтожением сознания материи уничтожается и материя такой вывод но по-разному это изречение толкуется просто пусть это оставляю как есть в общем пусть сами все и понимают 12 сутра брахман лахича полагает что человек который достиг освобождения не может об этом знание передать то есть он сам достиг а научить других он не может такое мнение сказать буду с этим не согласен говорит что это вредная идея вообще и тот кто такие ложные идеи пропагандирует он переродится в аду либо животным потому что кто говорит что невозможно проповедовать доброе учение наносит вред тем людям которые от проповеди освобождаются поэтому он должен идти в ад но и буду тут довольно долго про всяких учителей рассуждает выделяет три вида ложных учителей первое это которые сами не достигли освобождения научат этому других но вот в соответствии с этим принципом манихействе не рекомендуется так скажем чтобы слушатели пропагандировали доброе учение потому что они сами не реализовали освобождение имеется это семейные люди они могут участвовать дискуссиях вопросы могут задавать монахом они могут принц конечно получать друг друга то есть они могут друг другу что-то советовать типа делай доброе это все правильно они от лица манихейства не могу что-то говорить это может только монах делать то есть вообще если присутствует как бы монах и слушатели это должен рассказывать монах слушатель могут обсуждать задавать вопросы дополнять и так далее но лидировать вот в этом дискурсе должен именно монах так как слушатели сами не достигли освобождения такой принцип второй вид ложных учителей это те кто порицает правильных учителей ну то есть понятно то есть все которые против доброго учения это нужно учителя понятно и третий вид это которые достигли освобождения но люди их не слушают то есть человек может быть монахом и сам освободиться но он рассказывает так что это людям непонятно или люди это не может быть по каким-то эмоциональным причинам принять и он тоже не должен проповедовать не должен учить потому что это также может нанести вред людям после этого опять следует речь о монахов которые вообще в этом разделе является литмотивом то есть опять рассказывать как принимает монашество как соблюдает всякие заповеди монашеские как он там медитирует и освобождается последняя с утра те вид же с утра тройственные знания посвящена критики индуизма то есть будно говорит что сами брахманисты не видели того брахма которого они проповедуют стиры подобно тому васетха как вереница слепых держащихся друг за друга не первый не видит ни средний не видит ни последний не видит точно так же васетха и словах брахмана сведущих в трех ведах как 잃ницы слепых ни первый не видит ни средний не видит не последний видит и слова этих брахманов сведущих в трех ведах оказывается смешными оказывается болтовниokазовется тщетными оказываются пустыми то есть вот у нас оценка индуизма будды просто пять раз распространилась вся вот эта эзотерика и Экуменизм, так скажем Но тоже этим занимаются обманщики Которым просто все равно как людей обманывать Поэтому для них все равно буддизм, индуизм Какие образы они будут использовать для обмана людей Вот Будда и все прочие Доброго числя такого не придерживаются Что все религии одинаковые Например про индуизм Будда говорил, что слепые ведут слепых И все упадут в яму Как примерно Христос говорил об иудаизме Со своей стороны Почему-то злое учение наи Начинается индуизм и иудаизм Ну и так же Будда там стебется Над молитвами богам Таким способом И вот человек имеющий дело на другом берегу Стремящийся на другой берег Пришел бы желая перейти на другой берег Переправиться на другой берег И стоя на этом берегу он стал бы вызывать другому берегу Иди сюда другой берег, иди сюда другой берег Как же ты думаешь об этом Васетха Мог бы другой берег реки очаровать И ради зова, ради молитвы, ради надежды Ради радости этого человека Перейти на этот берег ну тут Стёб также и над многими которые в наше время считают себя христианами думают, что они, значит, Христа попросят и приди ко мне в другой берег и таким образом у них грехи будут очищены и после смерти они спасутся, нет, надо реально достигать берега святости то есть реально уподобляться Христу и от криков типа приди ко мне в другой берег, мало что изменится об этом в частности и Будда здесь говорит вывод Будды, и так Васедха и эти брахманы сведущие в трёх ведах пребывают в отказе от тех свойств, которые делают брахманом и пребывают в приверженности тех свойств, которые делают не брахманом тут имеется в виду брахманы, наверное, интеллигент то есть у них качества интеллигента нет но дальше цитирую ради своего зова, ради молитвы, ради надежды ради радости они надеются, что с распадом тела после смерти достигнут соединения с брахмой, то есть с Богом и так тут Будда говорит, что вот так называемые таинства молитвы, надежда, радости то, что нас испытывают всяческие верующие в всяких храмах вот они не помогут чтобы с Богом соединиться человек должен развить в себе качество Бога таких как разум, свобода от материальных привязанностей и так далее далее опять излагается путь монаха как нечто противоположное формальной религии основанной на обрядах, молитвах и в том числе в данной сутре Будда говорит, что путь монаха приводит к соединению и с брахмой в том числе, то есть с Богом, Творцом вот таков настоящий буддизм в Дикханикае Субтитры создавал DimaTorzok